Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И поговорим мы не на тему комментариев, не будем разбирать полеты, а тема наша зависть или завесть. Вы знаете, я как-то или не обращаю внимания в последнее время на такие комментарии, или просто не придаю им значения, как-то одно время мне уже эта тема настолько надоела, что как только я видела комментарий со словом «завидуешь», «заведуешь» и «у тебя завесть», я тут же отправляла в бан и даже, слушайте, как-то не думала оставлять такие комменты, хотя бы мне писали, что «Оля, не убирай, дай нам повеселиться», но меня настолько уже это все напрягало, вот эта вот зависть, что вот просто не хотелось, чтобы у меня в комментариях вот такая глупость, тупость находилась. А сейчас в последнее время что-то как-то я, знаете, не обращаю внимания даже на эти комментарии, ну, либо их стало меньше, и меньше залетают ко мне хомяки, дабы написать очередную пургу, да, либо я как-то уже просто-напросто не реагирую на все это. Но вот буквально вчера у меня появился свеженький такой комментарий, да, от некой Тамары, которая, вы знаете, зашла я к ней на канал, посмотреть, что это за Тамара такая. Видимо, Тамара не из России, Тамара Фа-Ли-Уш, ну, или из России, но канал создан 4 года назад, понимаю, что это не фейк, фотография у нее черно-белая, то есть я понимаю, что тетенька, ну, в возрасте, возможно, таком, как Уралочка, возможно, даже намного старше ее, раз выложила фотографию, где она молодая и черно-белое фото. Значит, она себе нравится лучше молодой, нежели сейчас. Ну, возможно, такая же, как и Уралочка, кто знает, кто знает. И, значит, она написала мне вот такой комментарий. Вы ей завидуете, не трогайте ее, каждый живет своей жизнью. Да, дважды букву Ж написала. Вот знаете, ребят, ну, такие глупые комментарии могут оставлять люди, которые действительно сами завидуют Уралке. Ну, либо самые обычные, неадекватные, либо пожилые какие-то тетеньки, которые слепо верят вот таким вот Уралочкам и действительно истекают слюной, глядя на то, как она живет там с молодым Альфонсом. Ну, вы знаете, я по-другому не могу просто воспринимать, что адекватный человек, адекватная женщина станет такое писать. Ну, это говорит о том, что сама завидует. Я, ребят, специально закрепила этот комментарий. Да, ребят, специально, чтобы почитать, что же напишут мои подписчики. Ну, потому что я, ребят, даже не знаю, что и ответить. Ведь обычно же хомяки, что говорят, вишня нафантазируют. Так вот, представьте, я даже нафантазировать не могу. Чему можно позавидовать, заведовать? Ну, иногда и так пишут, заведовать Уралочке. Ну, и почитаю ответы Тамарочке, которая написала про зависть. Да, прям оставьте ее, оставьте Уралочку, не трогайте, пусть живет своей жизнью. Завидуем чему? Дальше. Вы правы. Также хочу 300 килограмм веса. Также жрать и пердеть. А уж таджик вообще конфетка. А клетуха в старом доме. Это же мечта в жопе мира. Ну, ревда может быть и не же мира. Но, знаете, в любом городе, в маленьком, в деревне, если ты человек, собственно, то ты всегда останешься человеком. Вот тут немножечко не совсем согласна. Дальше читаю, ребят. Муж чужой, ребенок чужой. Квартира, дача, все разваливается. Ноги еле ползают. Чему бы еще позавидовать? Ах да, она же как больная, все в чижике скупает. Дальше. Надоела уже ваша глупая мантра про зависть. Ума не хватает на другие аргументы. Дальше, ребят. Неужели у нас в стране так много несчастных, глупых, обездоленных женщин, которые так восхищаются этой уралкой? Такие хвалебные оды. Бедные женщины. Лучше себя пожалейте. Чему завидовать? 200 килограмм с подбородком, с горбом – ужас. Вы о чем? Нам смешно, вот и смотрим. В нашем возрасте завидовать кому-то, тем более ей смешно. Ну, хоть две, три причины назовите, чему можно завидовать. Хоть иногда думайте головой, прежде чем писать такие комменты. Выставляйте себя на посмешище. Ну, вот правда, ребят, каждый раз, когда пишут такой комментарий, и я, и мои подписчики, мы просим всегда написать, чему, чему завидовать. Ну, хоть что-нибудь напишите. А в ответ тишина. Кстати, Тамарочка ничего не ответила на 37 комментариев. Абсолютно ничего. Ну, на момент записи моего видеоролика было 37 ответов Тамарочки. А если Сарафан действительно купил дом, то мне кажется, у них война не на жизнь, а на смерть. Зачем ему сейчас батрачить у нее в саду? Так встречаться из-за съемок, как без денег, чем закончится история, будем ждать. Ну, здесь ответ не на зависть, а чем закончится история. Да, вот мы тоже ждем, чем же закончится этот сериал. Для меня это, ребят, нереальная жизнь какой-то семейной пары, семьи. Это просто самый настоящий сериал, кино, постановочные видеоролики. Вы, похоже, по умственному развитию на одном уровне с Уралкой. Если ничего нового не придумали, о какой зависти в Уралкином положении и образе жизни можно говорить. Вы хоть иногда думайте своими мозгами, а не чужими, когда пишете такую ахинею. А зачем и чему завидовать нам? Пусть Уралка нам завидует. Мы независимы от жрачки. Нам не приходится есть хрючево. Нам не надо караулить чужого таджика. Нам не надо врать и позориться на весь белый свет. И много чего нам не надо, в отличие от Уралки. Ребят, прям золотые слова. Действительно, нам не надо караулить чужого таджика. Действительно, чужого. И позориться на весь белый свет. И главное, нам не надо трястись и думать, что пожрать и фантазировать о еде. Дальше, ребят, читаем. Да вы все хомяки там на одно лицо. И одним мышлением на уровне подростка. Смените уже пластинку. Или ума на большее не хватает, кроме как зависть. Завидовать гнилым ногам, как раз таки, ребят, я и говорила об этом. Это беда. Но на эту беду наплевать всем, всем, кто рядом с Уралкой. Плевать. И Уралке подобно плевать самой на себя. Сама ты поняла, что написала. Позавидовать можно хорошему здоровью. А тут чему? Вот и правда, ребят, здоровья нет. Мужика караулит. Сына привез. И чему завидовать? Завидовать то, что карточку у нее пенсионную отнял. И что зависит она от него. И позориться на весь белый свет. Вот это жизнь. Да, я тут согласна. Но чему тут завидовать? Дальше, ребят, читаю. Люди, муж помер. Она тут же на сайт знакомств. И если бы не таджик, сидела бы она на лавочке и просила соседей купить булочку хлеба. Ну, почему же? Пришлось бы ей работать, да. Ну, либо пораньше пенсию оформлять. На булочку хлеба ей бы точно хватило. Если бы, конечно, она не спускала все деньги на рюмашку. Но кто знает, кто знает, какая жизнь была бы у Уралочки. И, в принципе, какая у нее сейчас, мы тоже не знаем. Какая реальная жизнь у Уралочки. Мы только знаем Уралочку по сериалу. Тамара, мы, конечно, завидуем. 200 килограмм думаем, как же наесть. Таджика молодого бездомного найти где. Завидуете, видно, вы. Вам всего этого не хватает. А так смотрите вашу кумиршу и берите пример. Вот действительно, можно позавидовать женщине в 53 года с красивой фигурой, ухоженной, моложавой, подвижной женщине, любящей себя. Там, где дети, самодостаточные, воспитанные, любящие. Чему же можно тут позавидовать, если есть все для счастья? Здесь смотрим, комментируем, развлекаемся. А завидовать Уралка должна нам. Хотя бы в том, что мозги тут у людей на месте. Завидуем, завидуем. Ведь у нас всех нет такого альфа-самца, как прекрасный принц Сафар. Девочки, вот тетя Оля смогла себе позволить его купить. А мы не можем. Делаем ставки, девочки. Кто что готов отдать за Сафарика? Девочки, вы готовы что-то отдавать за Сафарика? Да мне он и даром не нужен. Как я говорила, то я на одном поле нужду бы не стала справлять с таким, как он. Не говоря уже про то, что еще и что-то вкладывать. Нет, ребят, мне достаточно моего супруга. Я как-то не позарюсь на таких, как Сафар. По-хорошему прошу, ответьте, чему можно позавидовать в отношении Оли. По пунктам. Она очень успешно продает свои моменты жизни. Снимает о себе постановочное домашнее кино. А любое кино и видео, которые в абсолютном доступе, обсуждаются. Так было, есть и будет. Вам этого не изменить точно. Согласна? Обсуждали и будем обсуждать до тех пор, пока будут выходить ежедневно видеоролики. Ну, даже если не ежедневно. Но обсуждать мы это кино будем. Они получают деньги. Да, за просмотры. А мы имеем право оценить, что мы посмотрели. Да, смотрим мы действительно самый настоящий сериал. Дальше. У нас есть семьи. И мамы, и бабушки. Общаемся с родственниками. Ходим в театры, кино и так далее. Вот это счастье, а не наличие забитых морозилок и сожителя, который по возрасту сын. Прямо все иззавидовались. Прожила никчемную жизнь. Ни детей, ни внуков. От родственников отвернулась. Или они от нее. Пригрела молодого мужика. А он еще и пацана к ней приволок. С которым он не хочет заниматься воспитанием. Завидовать ее весу? Болячкам? Не дай бог. Шесть лет живу одна. Вдова. Я самодостаточная женщина. Обеспеченная. Дети, внуки есть. Даже в мыслях нет. И не было пригреть такого голодранца. Мы смотрим сериал. Они ведь сами себя выставили на весь мир. Ждем окончания сериала. Это у нее сейчас эйфория. В чем я тоже сомневаюсь. Главное, что есть, что поесть. Есть молодой мужик рядом. Но это же все временно. Нужно быть такими недальновидными, как сама Уралочка, чтобы этого не понимать. Старуха из сказки о золотой рыбке. Тоже много чего хотела. Но не судьба ей бы здоровья у рыбки попросить, а не богатства. Так и Уралка. Ей бы собой заняться, а не таджиков ублажать. Даже если бы одна на канале осталась, есть уже своя аудитория. Хомяки ее не бросят. А вот таджик поживем увидим. Ну и последних два комментария, которых я зачитаю. Блин, да уже расскажите чему. Я хочу знать, только черт не рассказывать, что завидуем ее носатому страшилищу. Дальше. Завидуем, завидуем. Сидим, ждем бумеранг. Не летит зараза этакая. Девочки мои дорогие, спасибо вам за такие классные комментарии. Один комментарий я не прочитала, потому что некоторые слова не вырвать было из текста, а зачитывать не очень хотелось. Но все ваши комментарии, все, которые вы написали, это просто шедевры. Вы знаете, вот сама бы не собрала я все в кучу, чтобы ответить вот этой вот дамочке, которая воспринимает себя, да, молодухой, поэтому у нее черно-белое фото, где она еще такая молодехонькая, молодехонькая. Но я понимаю, что уже дамочка-то совсем не молодая, и ей и остается завидовать только Уралочке. Но представляете, мои хорошие, завидует она Уралочке, но не может объяснить, чему именно завидует. Вот так хотелось бы, чтобы прям по пунктам она нам изложила. Тамарочка, не изъявите вы желание изложить нам по пунктам, чему мы должны, по вашему мнению, завидовать, и чему вы завидуете. Ну, чтобы мы так вот понимали, для информации. Ну, а своих зрителей, своих подписчиков я безмерно благодарю. Вы у меня самые классные, вы у меня самые интересные, позитивные и юморные. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши мысли, за ваше мнение, даже если оно совершенно не совпадает с моим. Ваше мнение имеет место быть. Как я раньше всегда говорила, мы все разные, поэтому воспринимаем мир, жизнь, информацию, то или другое мнение, конечно же, по-разному. Буду, ребят, заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.